На сегодняшний день очень просто идеализировать кого-то в социальных сетях и так далее. Мы считаем, что знаем человека, однако это неправда. Да, это не так-то, что очень круто, что в фильме слегка рушится эта тема идеализирования. А также хорошо, что фильм показывает нам, насколько у них сложные отношения, и что не существует идеальных парней, и что в реальной жизни, они мне не нужны. Фильм «Из моего окна» повествует о двух главных героях, Харрис и Ракель. Ракель очень страстная девушка, не так ли? Это девушка, которая точно знает, чего хочет, что ей нравится и знает, кем она сама является, а также обладает силой воли. Арис же интроспективный парень, весь погруженный в себя. Он прошел через много событий, которые оставили на нем след, поэтому он воспринимает любовь весьма своеобразно и нездорово, и это не позволяет ему чувствовать по-настоящему. Я представлял его выше и посимпатичнее. Мы все знаем, что Арис не заинтересован в интимных отношениях. Я думаю, что мы поколение, у которого больше возможностей развивать эмоциональный интеллект. То есть раньше были вещи, что беспокоили другие поколения, а сейчас у нас есть возможность освободиться и быть самим собой. И люди не просто преследуют эту возможность, они ее отстаивают. Большинство из нас не знает, как жить без телефона, и это правда, извините, но это полный отстой. Это правда, что мы часто используем телефон, дабы выразить то, в чем мы осведомлены. Мне нравится эта новая Ракель, которая ходит по вечеринкам. Давай-ка пойдем дальше. Был момент, где мы хотели проверить поцелуй на камеру, однако они сработали не так, как поцелуй без языка. Мы всего лишь хотели проверить моего персонажа. Это было что-то сильное вокруг нас, учитывая происходящее и ожидаемый успех фильма. С одной стороны это льстило, но с другой стороны чувствовалось какое-то странное давление. Это странно, что теперь в нашей зоне комфорта много людей. А тут еще я, вся разодетая и любопытная, которая хочет знать больше, учиться целый день. Я самая интересная девушка в твоей жизни. Я хочу знать, чему ведут эти игры. Смотри-ка ты в Барселоне и глядь.